Рада приветствовать вас на своем канале. В сегодняшнем видео мы с вами поговорим о пряже европейского качества, испанского производителя фирмы Valencia. Серия называется Delmara. Данную пряжу я приобрела в интернет-магазине Кудесница. Ссылочку на данный интернет-магазин я оставлю ниже под этим видео. А сейчас более подробнее поговорим о данной пряже и зелье, которое получается из нее. В данной пряже в 100 граммах 130 метров и в состав входит 14% новозеландской шерсти, 8% альпаки, 4% шелка и 74% акрила. Данный цвет у меня, как вы видите, небесный голубой, красивый. Это цвет 16-4132. Это для тех, кто хочет данный именно цвет использовать в дальнейшем при работе. В целом пряжа мне очень сильно понравилась. Она достаточно хорошего качества и на протяжении всего вязания имеет такую же ровную и красивую скрутку, которую вы видите на поверхности моточка. Нигде никаких мне не попадалось узелочков. Все достаточно равномерно, красивая пышная скрутка. И изделие из нее получается достаточно высокого качества. Я хочу вам предоставить на двух образцах первый образец при вязании, не обработанный тепловой обработкой. И второй образец, в данном случае, это шапочка уже после тепловой обработки. Если сравнить, то я думаю, что это видно и на камеру, что петельки на шапочке после тепловой обработки ложатся достаточно ровнее и красивее. Вот. Что хочу сказать о самой пряже при работе. Мне она очень сильно понравилась. Я вязала шапочку на круговых спицах и на чулочных. Соответственно, снуд я также вяжу, как вы видите, на круговых. Я специально не закончила данную работу, чтобы вам показать именно в работе, как это все выглядит и происходит. При вязании поворотными рядами пряжа из-за состава шелка немножечко поскальзывает. При вязании на круговых спицах или по кругу, то мне понравилась пряжа. То есть, петельки не раздваиваются, достаточно хорошо имеют форму. Вот. После тепловой обработки жгутики не просаживаются. Они как были объемными при вязании, так и остались. Немножечко под выровнялись петельки на резиночке. Резиночку я вязала спицами 3,5. Основное вязание у меня было 4,5. Вы можете видеть разницу, что резиночка получилась по сравнению с основным вязанием гораздо туже. Вот. На основном вязании петельки получились гораздо пышнее, красивее. Вот. Здесь производитель у нас рекомендует использовать спицы 3,5-4. Для вязания каких-то объемных рисуночков, жгутов, кос и так далее, я рекомендую использовать больше, чем четверочку. Здесь вот вы видите 4,5. У меня ложатся достаточно пышные вязания. Можно использовать даже пятерочку. Для более плотного вязания, такой как лицевой глади, платочной вязки, резиночки, то, конечно же, использовать лучше минимальные номера спиц. Это какие-то 3,5-4. Вот, в принципе, соглашусь с данными на этикеточке, которые нам рекомендует производитель. Вот. В целом, что хочу сказать. Пряжа подходит для тех людей, кто не любит колкости от шерсти. То есть, здесь пряжа очень мягкая, она ощущение создает такое комфортное, нежное что-то. Если вязать спицами покрупнее, соответственно, получается более мягкое и более такое воздушное изделие. Здесь вот спицами номер 4,5 получается и так достаточно стрейчевое изделие. Достаточно, как вы видите, мягенькое. Но из-за того, что я вяжу, скажем, средней плотности, можно было бы еще для тех, кто вяжет более посвободнее, вот, в принципе, использовать тоже 4,5, а то и пятерочку. Вот. Мне понравилась пряжа. Перед тепловой обработкой вы можете наблюдать, что петелечки ложатся, в принципе, ровно. Мне нравится. Вот. После тепловой обработки, конечно же, они еще более восстановленными будут. То есть, более ровнее, более красивее сядут. Вот. Что хочу сказать о пряже. В принципе, пряжа мне в работе понравилась, как и я получила большое удовольствие по окончанию работы. То есть, я получила вот такую замечательную детскую шапочку, которая будет очень тепленькая. Не только благодаря отвороту и двойным ушкам, а и в целом из-за пряжи. Плюс еще большое ее то, что она не колется. То есть, ребеночку будет комфортно, уютно. Такую пряжу можно использовать не только для вязания аксессуаров, а каких-то различных свитеров, пуловеров. Очень она такая комфортная, к телу приятная, горлышку. То есть, кто любит именно такие вот, скажем, изделия оверсайз или же пышной крупной вязки, вот эта пряжа как раз-таки подойдет для вас. В плане экономии, конечно же, пряжа имеет небольшой метраж, но в целом это того стоит. Вот на данный наборчик у меня вот сейчас пока ушло два моточка, и немножечко я начала с третьего моточка. То есть, я хочу снуд повыше связать. Вот для того, чтобы когда он будет садиться на горлышко, я хочу, чтобы он был немножечко пообъемнее, попышнее, и, соответственно, свяжу его повыше. Пряжу данную я рекомендую. Ссылочку на интернет-магазин я оставлю ниже под этим видео. Поэтому, конечно же, кто что вязал из данной пряжи, обязательно оставляйте в комментариях. И не забывайте лайкать. Спасибо вам, что остаетесь на моем канале. Всем хорошего настроения, ровных петелек. Вяжите вместе со мной и Валенсией. Пока-пока!